Сразу на трёх угледобывающих предприятиях Суэк все машины в одно время дали гудок ровно на одну минуту. Это акция «Звон Победы», который было слышно на многие километры. Ведь в ней приняли участие и гигантские роторные экскаваторы высотой с 10-этажный дом, и автосамосвалы, и бульдозеры, и даже служебный автотранспорт. Конечно, это очень хорошо, чтобы люди помнили обо всём в днях Великой Отечественной войны, о погибших дедах в вечной памяти. У меня воевали оба дедушки с отцовой, с матерной стороны. Дядя погиб в Великой Отечественной войне. А с наступлением сумерек небо над угольными разрезами озарили лучи победы. Световую волну сделали сотни мощных прожекторов. Это не только дань памяти героям войны, но и напоминание о первом параде победы 24 июня 1945 года, когда небо над Москвой озарилось праздничной иллюминацией. Белые шары взмыли в небо в знак благодарности воинам-победителям, а голуби напротив приземлились в шахтерских городах. Таким образом, предприятия Сибирской угольной энергетической компании поддержали федеральную акцию «Голубь мира». Акция нужна. Самое главное, чтобы вы помнили, войну, что сейчас мирное небо нам досталось благодаря тем людям, которые воевали. Молодежь сейчас это как бы не так воспринимает. Хотелось бы, чтобы они тоже это все помнили, осознавали все это дело. Ну и дань памяти ветеранам, которых осталось мало, все меньше и меньше. Приняли участие в акциях и самые маленькие жители шахтерских городов. В Назарово в рамках онлайн-марафона «Я рисую мелом» они устроили целую галерею на асфальте, во дворе под окнами, труженика тыла и ветерана укледобывающего предприятия Петра Васильевича Черпакова. «Поздравляем!» Вячеслав Власенко, Енисей. Новости. Новости.